Водоканал и Водосток Горно-климатические курорты Сочи готовы к приему туристов Их проинспектировали краевые и городские власти На курорте реализован пилотный проект «Умны Сочи» О результатах сегодня на дне открытых дверей рассказали организаторы Сочинец Артем Эксузян Год собаки решил встретить в окружении деревянных псов Все это очередная коллекция корнепласта В день президентских выборов на Кубани будут работать больше 2700 избирательных участков Обеспечить безопасность на каждом накануне поручил Вениамин Кондратьев Губернатор провел краевой совбез, главным вопросом которого стала подготовка к единому дню голосования Все участки оборудуют металлодетекторами и другими средствами технического контроля А также по распоряжению главы региона усилят охрану участковых комиссий Это к главу муниципальных образований обращаюсь Коллеги, полиция, понятно, она и так будет делать свою работу, как я сказал, исходя из компетенции и действующих законодательств Но здесь мы тоже должны понимать, что мы однозначно должны усилить все избирательные участки казаками и дружинниками Все избирательные участки Вот здесь уже без исключений, маленький он, большой, все Это мое поручение и в сегодняшнем решении это отразить Краснодарский край – один из лидеров по количеству избирателей Правом голоса на Кубани могут воспользоваться более 4 миллионов человек В то же время именно поэтому регион привлекателен для сторонников радикальных движений Еще одно поручение губернатора – своевременно выявлять и пресекать факты незаконной агитации Давайте дебатировать, давайте дискутировать, давайте каждую точку зрения высказывать Но без экстремизма, без экстремизма, еще раз подчеркиваю А это зависит от нас И главы муниципальных образований, коллеги, еще раз подчеркиваю Держите очень плотный контакт с движениями, партиями И они должны понимать, что грань ни в коем случае переходить нельзя Краснодарский край – территория закона И никакие выходки экстремистского толку здесь не пройдут А за это будет очень суровое наказание в соответствии с законом У нас единое правовое пространство в России И в Краснодарском крае как нигде оно будет соблюдаться Каждый избирательный участок должен отвечать требованиям антитеррористической и пожарной защищенности Быть оборудован необходимыми информационно-техническими ресурсами Это видеонаблюдение, средства связи, сигнализация Любой сигнал гражданин общественной организации, политической партии Должен стать предметом тщательного и объективного рассмотрения В стране уже официально стартовала предвыборная кампания Сам день голосования назначен на 18 марта следующего года За порядком на избирательных участках края будут следить более 14 тысяч человек Галина Моисеева, телекомпания ФКТ Новогоднее чудо для тяжело больных детей стало реальностью Более 17 миллионов рублей на лечение и медикаменты Собрали на ежегодном благотворительном вечере фонда «Край добра» Он прошел при поддержке администрации Краснодарского края В Екатерининском зале встретились люди, неравнодушные к чужой беде Предприниматели, депутаты, творческие деятели, представители власти Благотворительный вечер посетили глава региона Вениамин Кондратьев и его заместитель Анна Менькова Вниманию меценатов представили около 70 работ именитых художников «Край» талантливых детей Гости выбирали понравившиеся полотна и могли оставить пожертвования Губернатор поблагодарил всех присутствующих за участие и неравнодушие к чужой беде В одиночку нельзя быть сытым В одиночку нельзя быть богатым И в одиночку нельзя быть счастливым Вы делитесь и богатством, и слитостью, и счастьем С теми, кто этого не имеет Но в этом очень нуждается Картины, друзья, которые вы покупаете Они имеют стоимость Разную Большую, маленькую А вот то, что вы делаете Стоимости не имеет Это тот поступок Который на самом деле Идет от души Я хочу вам сказать слова Благодарности Вот за ваше сострадание За то, что вам не все равно Что вокруг вас Детки, которых вы порой никогда и не видели И не увидите, кроме как на экране Пробуждают настоящие эмоции Человека Российского человека в вашей душе В центре внимания в этот вечер были, конечно же, дети Те, что сейчас в больничных стенах Борются с недугом И могут рассказать о себе лишь стиле экрана И маленькие артисты для гостей Пела финалистка шоу «Синяя птица» Гера Арестова И звезда проекта «Голос» Ярослава Дегтярева Которая однажды после страшной аварии Сама долго была прикована к больничной постели И заново училась ходить Фонд «Край добра» подробно отчитывается за все собранные средства Только в этом году помощь получили 242 тяжелобольных ребенка Продолжаем проверить дороги на предмет утечек воды Такую задачу поставил глава города Анатолий Пахомов Перед предприятиями «Водоканал» и «Водосток» Такие мелкие порывы сети отметил глава курорта Во-первых, это потеря питьевой воды Во-вторых, они не красят город Ну а в-третьих, разрушают дороги И могут стать причиной дорожных аварий Продолжить тему Ольга Десятого С трубы постоянно течет Брали воду на анализ Чистая вода Вишневая Вишневая 22 Течет вода с Вишневой 26-28 О проблеме утечки питьевой воды Жители Вишневой сообщили Анатолию Пахомову На сходе граждан микрорайона Утечка произошла на магистральном водоводе Она была скрытая И вода выходила на поверхность Из-под фундамента Вот это место Сегодня здесь течет только дождевая вода Утечка была устранена сотрудниками водоканала Как рассказывают в муниципальном предприятии Подобных мелких аварий в этом районе немало К сожалению, да Достаточно большой поток утечек У нас в городе происходит Но это в первую очередь связано с большим износом сети А данный микрорайон строился практически за 2-3 года В 80-х годах Соответственно, износ сетей здесь наступает практически одновременно Впрочем, утечки – это проблема не только улицы Вишневой А подобные порывы случаются во всех частях города Вода течет не только возле жилых домов Но и прямо по дороге И вот здесь может возникнуть и другая Уже более серьезная, чем просто потеря питьевой воды проблема Отметил Анатолий Пахомов на специальном совещании Наступает сильный период Вот эти все наши утечки могут стать литовыми катками И начальники БДД говорят, что я в этом году буду просто наказывать И по большому счету, если авария случится, то ущерб будет тоже на ваших упах То есть никаких утечек на дорогах города Сочи быть не должно Анатолий Пахомов поручил водоканалу и водостоку провести рейды по городу на предмет утечек и оперативно их устранить Но в водоканале просят жителей не ждать приезда специалистов, которые найдут утечку А тут же сообщать о ней в диспетчерскую службу по круглосуточному телефону 444 0505 К слову, в ночь со среды на четверг воды не будет в микрорайоне Мамайка Причина – ремонт водовода на улице Полтавской С 10 вечера среды до 8 утра четверга без воды останутся абоненты на улицах Полтавская, Стартовая, Ландышевая, Крымская, Волжская, Переулка, Волжские, улиц Ясная и Анапская Первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит провел специальное совещание по вопросам ЖКХ Главная тема – сбор и утилизация отходов На встрече говорили о результатах новой схемы расстановки контейнерных площадок О возможностях в Сочи войти в краевую программу по капитальному ремонту в сфере ЖКХ Подробнее об этих и других темах в специальном интервью Ваше понимание решения проблемы по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов на ближайшую перспективу? На сегодняшний день для того, чтобы снизить количество бросовых, так называемых бросовых отходов на контейнерных площадках Которые у нас в большей части расположены на публичных территориях Принято решение о передислокации их в дворовые территории Принятое решение дало определенный положительный эффект Вот, например, взять этот четырехугольничек, так называемый, в центре города, да, там улицы Островского Под конституцией на Вакинской Очень интересные цифры Первое я вам хочу сказать Если ежедневно мы вывозили с этой территории 100 тонн в сутки, то сейчас, после передислокации контейнеров, мы вывозим в два раза меньше, 50 тонн Ну, тяжело, конечно, приучали людей не бросать на зеленые зоны, но результат есть Сейчас практически на зеленых зонах мусор не лежит Ну, конечно, попадаются недобросовестные люди, но мы с ними боремся А куда же делались, задается вопрос, куда делись вот эти вот оставшиеся 50 тонн в сутки А они, оказывается, приносились вот всей торговлей, которая на этих улицах осуществлялась, с теми торговыми точками А сейчас они вынуждены заключать договор на вывоз Как дальше ваше видение как курирующего заместителя по схеме обращения с отходами на следующий год? На следующий год будет выбран региональный оператор, который обязательно будет работать, в том числе и на территории города Сочи Мы понимаем, что региональный оператор у себя проведет конкурс и выберет организацию, которая здесь, на территории его будет представлять На территории города Сочи будут сформированы порядка не менее трех площадок, на которых будет перегружаться твердокоммунальные отходы За качество отвечают На горнолыжных курортах Красной Поляны начали продавать продукты под брендом «Сделано на Кубани» Товарный знак в Краснодарском крае разработали для местных производителей Специальную отметку будет получать та продукция, которая соответствует высоким критериям качества В полную силу проект запустят уже в следующем году, отметил губернатор Гнемин Кондратьев В зимний сезон на горнолыжные курорты Красной Поляны приезжают сотни тысяч российских и иностранных туристов, которые сразу обратят внимание на товарный знак Мы надеемся, что гости региона смогут оценить высокое качество наших вин, сыров, молочных изделий Бренд «Сделано на Кубани» защитит местные продукты от подделок и гарантирует качество, уверен глава региона Уже разработанный порядок присвоения специальной отметки каждому производителю Горно-климатические курорты Сочи готовы к приему туристов Объекты курортной и потребительской сферы проинспектировали краевые и городские власти В осмотре приняли участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди А также руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный Горные курорты Сочи планируют принять в новогодние праздники порядка 360 тысяч туристов К приему гостей готовы более 140 средств размещения, которые позволяют единовременно разместить более 15 тысяч человек Ожидается, что загрузка на новогодние праздники составит от 90 до 100% К этому сезону подготовлено почти 150 километров горнолыжных трасс Пропускная способность подъемников сегодня порядка 28 тысяч гостей Курорты Красной Поляны приготовили большой комплекс предложений по турмаршрутам Ключевой вопрос любого отдыха, комфорт и безопасность Уже с 28 декабря в Сочи начнет работать краевой штаб под председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко Который будет координировать работу всех региональных и муниципальных служб Сообщает пресс-служба администрации края Во дворах спальных районов Сочи грядут глобальные перемены Со следующего года на курорте начнется масштабная модернизация придомовых территорий по федеральной программе «Комфортная среда» Она рассчитана на 5 лет. Какие изменения произойдут уже в следующем году, узнаем из следующего сюжета Ветхая инфраструктура внутри дворов Сочи скоро уйдет в прошлое Дом номер 6 по улице Петрозаводской по заявке управляющей компании Вошел в федеральную программу по формированию в комфортной городской среды Руководитель Дома управления Нина Мурашова рассказывает, что в будущем году в селе Молдовка Приведут в порядок еще несколько придомовых территорий Мы с жильцами обсудили этот вопрос и приняли решение, что нам в первую очередь необходимы лавочки, урны, детские площадки и, конечно, асфальтовое покрытие Потому что у нас здесь и заливается водой, и уже оно ветхое очень Федеральная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана на 2018-2022 годы В ней участвуют 72 высокодотационных региона страны В Сочи было подано почти 400 заявок Большая часть из них на улучшение придомовых территорий многоквартирных домов По всем этим домам сейчас ведутся работы по набору работ, которые будут включены в благоустройство этих домов Ну и будут проведены все непосредственные действия, которые нуждаются в каждом данном случае В Европе, к примеру, благоустройство придомовых территорий оплачивают сами жильцы Так во Франции и Германии существуют аналоги российских ТСЖ Владельцы квартир ежемесячно сдают деньги на текущие расходы Откладывают на благоустройство двора и капитальный ремонт В Швеции существует национальная организация квартиросъемщиков Независимо от формы собственности жилья в каждом доме есть комитет, который решает, сколько средств потратить на строительство детской площадки или установку скамейки В Сочи до 2020 года по программе «Городская среда» планируется выделить до полутора миллиардов рублей Сейчас заявки, полученные от жителей, направлены в край После 1 февраля станет точно известно, сколько сочинских дворов войдут в региональную программу в следующем году По расчетам специалистов, ремонт одного двора в среднем обойдется в 6-7 миллионов рублей Определением потребностей и распределением средств займется специальная комиссия 1 декабря был окончательно утвержден список домов, которые участвуют в программе по благоустройству Следующий шаг – создание дизайн-проекта Совместно с жителями сотрудники районных администраций разработают эскизы, составят сметную документацию И уже со следующего года проекты начнут воплощать в жизнь в сочинских дворах Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ» В этом году в Сочи был реализован пилотный проект под названием «Умный Сочи» О его результатах сегодня рассказали на дне открытых дверей организаторы проекта Елена Корнева и Михаил Коптюк Проект «Умный Сочи» рассчитан на школьную аудиторию Это дополнение к общему образованию и поддержка родителей, которых заинтересованы в том, чтобы дети получали новые знания Для города Сочи это находка Мы понимаем, что сложные науки, такие как физика, химия, астрономия Легко будут осваиваться, если ими заинтересовать В игровой форме, увлекательной, с прекрасными педагогами Которые покажут, собственно говоря, как применять эти науки в жизни, для чего они нужны Те, кто пришел сегодня на день открытых дверей, приняли участие в интерактивной лекции викторини И поучаствовали в опытах и хитрых манипуляциях с веществами в научных лабораториях под руководством опытных ведущих Мы провели уже 8 полноценных программ, сегодня у нас 9 И за год существования проекта у нас ребята уже перегоняли нефть Уже ставили эксперименты на мухах, дрозофилах, уже классифицировали разные минералы и так далее То есть мы за один год смогли охватить целый спектр естественных наук От наук о Земле до космонавтики Мы являемся таким полезным дополнением в школьной программе Поскольку мы стараемся пробудить интерес у школьников к естественным наукам Через интересные уникальные сценарии, яркие темы Сценарии наших лабораторий разрабатываются выпускниками МГУ Сегодняшняя программа прошла под названием «Научный Новый год» В Сочи не единственной в этом проекте присоединилось уже 15 городов России В нашем городе участниками стали учащиеся 1, 8 и 15 гимназий Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ По восточному календарю символ 2018 года – собака Сувениры с образом этого животного сегодня – лидеры продаж В преддверии Нового года четвероногих друзей человека на значках и брелоках Календарях и кружках раскупают на подарки А вот сочинский самобытный мастер корнепласта Артем Эксузян В своей мастерской открыл выставку деревянных скульптур, на которой собрал десяток собак Все экспонаты – совместное творение природы и мастера Вершки, корешки плюс фантазия мастера – и вот причудливые деревяшки оживают Такие миниатюры еще называют лесной скульптурой У автора этих работ есть традиция В преддверии Нового года Артем Иванович делает ревизию своих многотысячных фигурок И находит нужный символ года Собак в коллекции оказалось больше десятка Лабрадор, такса, дворняшка, есть в экспозиции и доисторический пес Глобального вмешательства в естественную красоту лесной находки Мастер не приемлет и, как говорит сам, не лишает природу ее авторских прав А лишь по-своему подчеркивает ее замысел Одному псу Артем Иванович нарисовал глаза, другому приклеил ухо В итоге каждая собака не похожа на предыдущую Так переплетенные корни с корягами и становятся декоративно-прикладным искусством Если резьбой по дереву делать, то можно их много нарезать Красивых, вымышленных А эта вот природа, как показала, она единична И повтору ей уже как бы нету нигде Собаки – это друг человека Значит, Новый год должен быть дружеским, хорошим, перспективным Мои собаки, они все добрые, домашние и дворовые уже, проученные класски Дерево в его руках оживает Так про Артема Эксузиана говорят вот уже полвека Корнепластика он увлекся в 69-м году Говорит, уже достаточно одного взгляда, чтобы определить, что получится из найденной ветки В итоге в мастерской самобытного мастера самые разнообразные скульптуры Здесь можно найти и всем знакомых зверей, и мифологических персонажей Есть в коллекции и сюжетная корнепластика То есть фигуры со своей историей Как, например, у этой пары танцоров Свои знания и умения Артем Иванович хотел бы передавать подрастающему поколению Школьники – частые гости в гараже корнепласта Что-то подкрасят, где-то приклеят Так порой и становятся соавторами работ Может, той энергии, как в молодые годы мог бы километрами ходить и по берегу искать Может, этого нет, но все равно я нахожу и себя загружаю И мне кажется, что это мне продлевает жизнь Лучший подарок на Новый год – шуба Причем позволить себе это теперь могут не только миллионеры в кино Огромный ассортимент качественных и элегантных меховых изделий привезла в Сочи новоторжская ярмарка за шубой Хорошая новость для всех, кто хочет купить натуральную шубу или дубленку Новоторжская ярмарка за шубой открывает в выставочном центре Уморпорта главную выставку сезона Новоторжская ярмарка – это российская передвижная выставка продажа натуральных шуб и дубленок для мужчин и женщин Выбор богатый – это шапки, береты, монтой, куртки, жакеты и полушубки Выбрать оптимальный вариант можно и для себя, и в подарок Размеры от 42-го до 60-го мех качественный Нравится мех, нравится шуба, для шубы нормальные цены Красиво, удобно, на несколько сезонах нормальные цены Меня устраивает фасон, устраивает цвет, ну и цена вообще вполне устраивает Но они смотрятся более благородным, как шубы, это шубы есть На красивую шубу из мутона Прета-Порте в дни ярмарки действует скидка 10 тысяч рублей Современная шуба изнутри Вера станет вашей за 29 тысяч 980 рублей Для мужчин новая коллекция дубленок цена 35 тысяч 980 рублей Сочинцам особенно полюбились на новоторской ярмарке «Каракули Норка» Вот такую шубу из каракуля в коричневом цвете сур можно купить за 90 тысяч рублей Норковую шубу «Сказка» за 165 тысяч Новоторскую норку «Корона» за 115 тысяч рублей Мех российский и аукционы качественные и красивые Тому пример длинная норковая шуба из цельных шкур и всего за 98 тысяч рублей Норка очень теплый мех, красивый, украшает любую женщину, я считаю О шубе, наверное, можно мечтать бесконечно Можно их в многочисленном количестве иметь И она никогда не будет лишена Я ношу постоянно шубу, если я не жалею И чем больше носишь, тем она лучше Все шубы соответствуют российским ГОСТам, чипированные Гарантия до года, есть возможность купить в кредит Новоторская ярмарка за шубой развернулась в выставочном центре у Морпорта Работает по воскресенье, 24 декабря включительно Все новости уже на нашем сайте вкт.ком В студии была Инга Габешия Спасибо за внимание и всего вам самого доброго